Приезд в Магнитогорск вице-премьера Александра Заверюхи был обусловлен двумя задачами. Первая из них – узнать настроение рабочего Урала накануне выборов президента России. Вторая – встреча с активом южно-уральского крестьянства, если эти два слова совместим. Самолет башкирских авиалиний перенес Александра Халампевича из Уфы в Магнитогорск, откуда через 16 часов вертолетом в Кизил. А еще через 10 – в Оренбург. Таким образом, весь визит занял чуть больше суток, и плотность встреч и выступлений на них была, сами понимаете, высочайшая. По сути, медленным торжественным шагом, как того требует этикет, довелось пройти только здесь, у памятника тыл-фронту. В остальных местах все происходило гораздо быстрее. В данном случае это объяснялось близостью металлургического огня. Здесь, возле машин непрерывной разливки стали, температура плюс майская жара доходила до 55 градусов. В Магнитке вице-премьера встретили и сопровождали глава администрации города Виктор Аникушин, депутат Государственной думы Жаслык Алтынбаев, руководство металлургического комбината Геннадий Сенечев и Леонид Турусов. В числе тех, кто приехал вместе с Завирюхой, заместители министров финансов и сельского хозяйства, чиновники госаппарата. Говорят так на Магнитке, что Россия наш дом, а Ельцин и управдом. А в Москве как говорят? Я думаю, что все больше и больше приходим к убеждению, что все, что начато в 90-е годы, страна встала на путь реформ со всеми ошибками, со всеми успехами. Особенно ошибки, может быть, что слишком быстро где-то мы начали приватизировать, что-то, может быть, торопились, что-то, может быть, отдельное производство селектирование не поддерживали. Также аграрный сектор. Но я думаю, что на сегодня уже есть пути, направление выхода и большой экономики. Я очень активно включился в работу по поддержке президента. Странно то, что это последнее время стояло в аграрной партии. Аграрная партия встала в оппозицию, может быть, сегодня и слишком заполитизировалась, если так уж можно сказать. А мы сегодня говорим о деле, о стране, о будущем страны. На следующий день три вертолета плавно опустились на Кизильскую землю. Случилось это возле села Сыртенко, где проживают нынешние акционеры, а прежде рабочие колхоза Красный Урал. Примечательное это хозяйство тем, что всегда было маяком соцсоревнования. Когда надоело горбатиться, на пенсию был отправлен председатель колхоза Александр Евгеньевич Макаров. За три года без него колхоз был развален. И совсем недавно люди попросили Макарова вернуться, приняв таким образом его негласные условия – работать от зари до зари и не роптать. Вот такой громокипящий клубок проблем ожидал вице-премьера. Но вдвоем с губернатором Челябинской области Вадимом Соловьевым, который присоединился утром к делегации, атаки удалось отбить. И всех этих секретарей ЦК, и все перестраивают. И когда они эту Россию перестроят, я не пойму. Ну когда они перестроят ее? Слушайте, отец, ведь можно так это все говорить, но возмущаться. Но ведь мы живем в этой стране, и не все решают, я вам скажу, и цари, и не решают все президенты, и генеральные секретари, а решает СВС, но и все народ. Вот он говорит сейчас вот, мы сейчас вот с Александром Сергеевичем, вот куда мы опускаемся. Конечно, нас опустили сейчас в лучшие хозяйства. Что, не понимаешь, что? Я понимаю, что куда сейчас, не повезут, где разваливаются. Но вы-то работаете. Мы-то работаем. Ну а почему другого рядом не работают? Что работягу вот сейчас вот получат 100 тысяч? На чем жить должен? 100 тысяч? 100 тысяч-то нет. Есть, есть даже есть. Ну сколько электрик получат? 130 тысяч. Откуда ты лучше знаешь? Ну как, ну я смешно разговариваю и знаю. Практически раз в месяц вы получаете, не надо. Сегодня самый главный дефицит – деньги. Как только получают, мгновенно в этот же день вы получаете по почте сюда такое. Ну ладно, эта тема, она... Ну она правильная. А мне можно говорить, что это сейчас трагедически начать 3 часа говорить. Ну на 10 дней, на 15 задержали. Я вам скажу, ну так вот, знаете, можно ведь сейчас вот тут прям со всего трагедии рассказывать. Мы всю ситуацию знаем в правительстве. Самое удивительное, что ни один из тех, кто в это время был занят на посевной, таких вопросов высоким начальникам не задавал. То ли времени не было, то ли верно председателево утверждение, что главный из дорожных горлопанов из 40 лет работы в колхозе 20 пропьянствовал. Но так или иначе, в дальнейшем за верюху ждало испытания покруче. В зале Кизильского дома культуры, раскаленном от жары, сидело около 300 директоров, председателей, глав районных администраций, которые ждали ответа только на один вопрос – когда на село прольется золотой дождь. Прощены долги, и нынче кусает локти тот, кто стеснялся рвать деньги. Выданы товарные кредиты, горючие запчасти пущены по лизингу – вот аргументы вице-премьера. Зал отвечал блеском глаз изголодавшихся по большим деньгам. Сельскохоз предприятия много задолжали пенсионному фонду, потом медицинскому страхованию и социальному страхованию. Сегодня идет описание техники. И второй вопрос. Все-таки хотелось бы конкретнее услышать по заработной плате. Будет ли помощь нам? Мы с вами порой такие наивные… Мне даже обидно пару раз. Там некоторый раз из носа кровь идет, когда мы пытаемся с Минфином отстоять, ведь указ президента тоже как. Это ведь не с луны, его нужно выполнять. В этом указе президента мы прямо говорим, что освободить от штрафов, от пений всех фондов, то, что начислено вам штрафов, от платежей. Вот он сосед вам головой машет, так сказать, с этим. Да. Освободить от штрафов и пений. Ну а давайте представим сейчас сегодня, если мы начнем освобождать от пенсионного фонда. Ну вот всех тяжело работающих, слабо работающих. Вот комбинат, я вчера был металлургический. Он тоже, наверное, должен в бюджет, да, Вадим Павлович? У него даже за голову схватился, да. Вот он тоже не платит в пенсионный фонд, не платит в фонд социального страхования. Мы же не говорим сегодня о других платежах. Но эти платежи минимальные, эти платежи надо платить, иначе вот они мы только с вертолетов. А нас тут, дедушки с бабушками, конечно, можно было сесть в машину и сжигануть дальше в поле, там, вот сюда. К вам или вот там дальше мы поехали, еще в одно место, там, да, хорошее место. А мы к ним туда. Они сразу, на 15 дней задерживают пенсию. Она, аж бабушка, вот видно, добрая по характеру, потом рассмеялась. Ты понимаешь, ты соображаешь, там, что-нибудь в Москве или нет, на 15 дней задерживать пенсию? Откуда ей пенсию платить, если мы в фонд не платим? После этого, скажем так, полезного для обеих сторон разговора, вертолеты взяли курс на Полоцк. Здесь состоялась краткая, скажем так, несанкционированная встреча. Да и кто нам не даст, увидевшим вблизи вертолет, подойти к нему всей деревней? А это главный козырь Кизильского района. Колбасный цех, купленный в Германии. Вкупе с мельницей впечатляет. Особенно тех, кто в деревне второй раз в жизни. Заверюха же сельский житель по сути своей. Механизатор, председатель колхоза, начальник областного управления сельского хозяйства в соседнем Оренбуржье. Он прекрасно знает, куда возят подобные делегации. И поэтому, ломать традицию и лезть с чистым платком по грязным углам, то есть менять маршрут, и требовать отвезти на заброшенное отделение, старую кузню, кладбище сельхозтехники, никто не стал. Недостатки есть у всех. Но самое главное, темпы, с которыми они устраняются. Наши темпы, похоже, вице-премьера устроили. Александр Харлампович, мы были всю жизнь добрыми соседями. Вы работали рядышком, буквально здесь, в 200 километрах, в Оренбуржье. Кто сегодня впереди? Сегодня вот годы реформ, годы падения, годы отчаяния, годы шока проходят. А приходит понимание налаживания эффективной работы, сотрудничества при рынке. Как в Оренбургской области, так и в Челябинской. Так что я бы не хотел сегодня никого не поднимать, никого не унижать. Проблемы очень, так сказать, большие, жесткие. И я думаю, их полны решимости решать и Оренбургцы, и Челябинцы. Продолжение следует...